Добрый день! Меня зовут Сергей Ковалев, я эксперт команды приключений. И сегодня мы поговорим с вами, что делать с альпинистской верёкой, когда мы не используем её непосредственно для лазания. Ну, нам её приходится носить. Носить привязанную к рюкзаку, носить каким-то образом на себе, носить просто, в конце концов, в руках, для того, чтобы подойти к маршруту, для того, чтобы отойти к маршруту. И для этого нашу верёвку, стандартную, там, длиной 50-60 метров, хорошо бы каким-то образом сложить. Сейчас я попытаюсь вам показать, с моей точки зрения, несколько самых удобных способов для хранения и транспортировки верёвки. Итак, самый популярный способ, как сбухтовать верёвку длиной 50-60 метров. Мы берём конец верёвки, которая лежит у нас просто на земле и начинаем собирать её вот таким образом, на размах рук. И дальше кладём петелечку на пальцы вытянутой руки. Вторую петелечку кладём на пальцы вытянутой руки в противоположную сторону. И, таким образом, делая петли примерно одинакового размера, поскольку мы делаем их ровно на наш размер рук. Мы складываем нашу верёвочку, петля в одну сторону, петля в другую сторону, петля в другую сторону. После того, как верёвочка наша подошла к концу, то есть мы видим конец нашей верёвочки, верёвочки. Существует несколько вариантов дальнейшего окончания наших действий, в зависимости от того, что мы дальше собираемся с этой верёвкой делать. Если мы хотим верёвку просто засунуть внутрь рюкзака и дальше нести её в рюкзаке, проще всего и быстрее всего зафиксировать нашу бухту верёвки вот таким способом. Мы берём хвост верёвки и начинаем вращать его, туго затягивая верхней части нашей бухты. И конец нашей верёвочки вдвое мы протягиваем в образовавшуюся петлю и маленькую петельку вытаскиваем хвостик верёвки. Всё, наша верёвка зафиксирована, её можно запихнуть в рюкзак и дальше транспортировать туда, куда нам нужно. Но иногда у нас возникает необходимость прицепить верёвку к рюкзаку, так, чтобы она была снаружи. Ну, мало ли, возможно, мы собираемся её использовать в какой-то неожиданный момент, и нам необходимо быстро отстегнуть её от рюкзака. Ну, нам необходимо закрепить верёвочку вот таким образом. Что мы делаем тогда? Этот же способ, который у нас был. Один из наших, ну, у нас у верёвки есть два хвостика. Один из наших хвостиков мы складываем вот таким образом, чтобы он образовал вот такую петлю, которая лежит сверху нашей бухты. Вторым хвостом мы начинаем обматывать нашу верёвочку в направлении нашей петелечки. Вот у нас образовалась петелечка, и в направлении этой петли мы начинаем наш хвост наматывать. Чем больше мы сделаем оборотов вокруг бухты нашей верёвки, тем более устойчивым будет этот узел, и тем меньше шансов, что он самопроизвольно развяжется. Этот узел мы называем, ну, называется узлом маркера по имени автора, который его придумал. Отсюда же в русском языке мы легко сделали глагол маркировать, то есть складывать верёвку для транспортировки. После этого образовавшийся хвостик верёвочки мы заправляем внутрь нашей петелечки и затягиваем вторым концом верёвки. Вот такой узел получился. В морской практике он называется, если я не ошибаюсь, у нас долблёночным. Мы для верёвки называем его узлом маркера. После этого мы можем пристегнуть верёвочку к рюкзаку, зафиксировав её снизу там и в средней части, зафиксировав ремешками. Так нам будет очень удобно двигаться с этой верёвкой. Но, иногда у нас опять же возникает необходимость транспортировать верёвку на себе. Ну, иногда на простых маршрутах, ну, на коротких подходах, на однодневных маршрутах нам нет необходимости для каждого участника восхождения нести рюкзак. И у нас возникает необходимость прицепить каким-то образом верёвку на себя, закрепить её на спине для переноски под маршрут. Естественно, на самом маршруте такой необходимости у нас не будет нести её на себе, мы её развяжем и будем совершать восхождение, используя эту верёвку для страховки. Каким образом мы можем решить эту проблему? Точно так же оставляем смаркированную верёвку, просто оставляем два наших хвостика длиной примерно полтора-два метра. И аналогичным способом, как мы делали первый раз, фиксируем нашу бухту, только уже используя две верёвки. 3-4 оборота вполне будет достаточно. Затянув потуже верёвку, пропускаем наши хвостики, делая вот такую петелечку, в которую опять же полностью продеваем два наших хвоста верёвки. Вот таким образом у нас получился узел, который фиксирует нашу бухту. После этого мы можем сделать из этой верёвочки импромизированный рюкзак, обмотал его в качестве фиксирующего пояса на себя. Очень удобный способ, если вы идёте на короткий однодневный маршрут и у вас нет необходимости для двух человек нести второй рюкзак. Закрепив таким образом верёвку, вы совершенно спокойно можете даже пролезть в случае необходимости, по простым скалам. Способы, которые мы с вами рассмотрели, они прекрасны для верёвки длиной 50-60 метров, но иногда альпинистам или скалолазам или спелеологам приходится работать с верёвками большей длины и 60, и 70, и 80 метров или большей толщины более жёсткой верёвкой. И такую верёвку человеку, ну, девушке, например, или просто хрупкому юноше, достаточно тяжело смаркировать. Она просто не помещается в руку, и рука очень сильно устает. И здесь прекрасно использовать классический такой способ из прошлого, когда верёвки были толстые и пеньковые, люди смаркировали их вот таким образом. Вы просто садитесь на что-то удобное, на скамейку, на камень, на рюкзак и начинаете наматывать верёвку на ваши собственные ноги. То есть вы не держите в руках тяжеленную бухту весом несколько килограмм, а берёте верёвку с земли и наматываете на ваши колени. Чем хорош этот способ? Все ваши кольца будут одинаковой длины, он не требует от вас каких-то дополнительных физических усилий, что, в общем-то, актуально в конце, там, тяжёлого рабочего дня, где-нибудь на скалах, ну, или, там, на работе в Промальпе, например. И такой способ позволяет тоже, после того, как мы закрепили нашу верёвочку узлом, который мы рассматривали вам в предыдущем способе, узлом маркера. То есть мы складываем один хвостик петелечкой, берём второй наш хвостик и начинаем наматывать конец нашей верёвки навстречу в сторону нашей петелечки. То есть он не требует какой-то дополнительной фиксации верёвки, дополнительного напряжения ваших натруженных мышц. И после того, как вы сделали несколько оборотов, чем больше, тем лучше, мы продеваем хвостик в эту петельку и затягиваем её с помощью дополнительного хвостика. Верёвка, смаркированная вот таким образом, очень легко переносится на плече. Вы будете похожи на сильного пожилого альпиниста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова